Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. Сегодня я раскрываю тему белорусских томатов, сортов и гибридов, которые обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу и разным другим грибным заболеваниям. Также имеют гены устойчивости к ладоспориозу и к вирусу табачной мозаики. Повторюсь еще раз, что все сорта и гибриды, которые будут озвучены в этом видео, они все белорусской селекции. Начну я с четырех сортов, которые были созданы преимущественно для открытого грунта. Также они пойдут для пленочных и остекленных теплиц. Эти все четыре сорта томата низкорослые, обладают повышенной устойчивостью к фитофторозу, фузариозу, различным другим бактериозам. Начну я свой рассказ с раннего сорта томата, который называется Кроха. Название говорящие. Сорт невысокий, 30-50 см, полураскидистый, не требует практически посанкования. То есть это идеальный вариант для тех товарищей, которые имеют огород, дачу и заезжают туда по выходным. Плоды этого сорта при созревании готовы для цельного консервирования в небольших банках. Томат Кроха обладает хорошей урожайностью, 3,5-5 кг с куста. Поэтому следует обязательно присмотреться, с учетом того, что этот томат, еще раз повторюсь, он раннего срока созревания. Следующие два сорта томата, они раннеспелые, после крохи, через 10-15 дней наступает их техническая спелость. Это томат пожар и томат пролеска. Данные сорта относительно не новы на белорусском рынке. Они себя давно уже зарекомендовали, особенно сорт пролеска. Также как томат Кроха, они являются низкорослыми, хорошо себя показывают в открытом грунте. Также формируют небольшие плоды, которые готовы для цельноплодного консервирования. Помимо этого, стоит отметить, что и кроха, и пожар, и пролеска обладают отменными вкусовыми качествами. И среднеспелый сорт томатов из низкорослых уличных томатов, это томат Агат. Данный сорт будет характеризоваться особой устойчивостью к фитофторозу. Он является тем томатом, который следует формировать в три стебля для большей урожайности. Также, как и вышеперечисленные сорта томатов, он готов для цельноплодного консервирования и для употребления в свежем виде, естественно. Следующий томат, это уже томат гибридного типа. Томат носит название Бум, он является средне-ранним томатом. Его особенность заключается в том, что томат полудетерминантного типа. То есть, он хорошо будет формироваться в два стебля, хорошо будет расти как в открытом грунте, так и в защищенном грунте. Особенность томата Бум F1 является его устойчивость к вирусу табачной мозаики и также к кладоспориозу, к этим злостным заболеваниям, которые, к сожалению, сокращают урожайность любых томатов в любых условиях выращивания. И напоследок я оставила три томата, это один сорт и два гибрида, которые высокорослые, которые хорошо себя рекомендуют в пленочных и в остекленных теплицах. Томат Вежа является давним сортом, он включен в реестр сортов аж в 1994 году. Тем не менее, этот томат занял устойчивое положение на рынке томатов, конкретно для Беларуси. Все люди, которые выращивают его, знают, повторяют. Даже есть те, которые не обновляют семена путем семенного материала через приобретение в торговых сетях, а сами его постоянно растят и передают уже из поколения в поколение. Томат Вежа будет высокорослый, он будет характеризоваться плодами средней формы и размера, он будет иметь устойчивость к ладоспариозу и к вирусу табачной мозаики. Также плоды его обладают отменным вкусом, они характерны таким насыщенным сахаристым вкусом, таким томатным вкусом. Поэтому, если вы хотите попробовать именно томаты со вкусом томата, то обязательно приобретайте томат Вежа и выращивайте у себя в теплицах. Из более свежих томатов это гибриды Комфорт и Лежебока. Комфорт у нас средний спелый сорт, он также как и Вежа является высокорослым, также он будет характеризоваться устойчивость к ладоспариозу и вирусу табачной мозаики. Для комфорта будет характерна более крупная форма плодов, по мере созревания плоды будут формировать более темную красную окраску. И томат Лежебока, название говорит за себя, в основном он создавался селекционером для более длительного хранения, пригоден для выращивания в защищенном грунте. Как правило, хорошо формируется в один стебель, показывает высокую урожайность, имеет геноустойчивость и кладоспариозу к вирусу табачной мозаики. Для Лежебоки будет характерна более крупный размер плодов и такая более розово-красная окраска плодов. Как вы уже поняли из этого видео, вы можете поэкспериментировать и в будущий вегетационный период выращивать исключительно сорта белорусской селекции, начиная от низкорослых томатов с плодами 25-30 грамм, включая среднерослые томаты 80-100 грамм и более крупные томаты 120-140 грамм, которые будут обеспечивать непрерывное поступление плодов к вам на кухню. Помимо этого, вы закроете вопросы и с консервацией, и с салатами, и за счет нового гибрида Лежебока, также обеспечите длительное хранение плодов у себя дома. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч! Оставайтесь на канале Процветок, радуйте подписками и лайками. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»